Всем привет! Обещал я снять второе видео, как только на велосипеде я откатаю тысячу километров. На самом деле уже прошло достаточно больше времени с того момента, как я эту тысячу накатал. Просто все руки как-то не доходили снять обзор. Ну что можно сказать? Знаете, на самом деле в принципе говорить даже и нечего. Ничего плохого с велосипедом за это время не произошло. Но никаких люфтов в шатунах, в каретке, либо во втулках не появилось. Ничего нигде не подтягивал. Ну как пробовал, ключами на всякий случай так же, слабены или нету. Никаких ослаблений и прослаблений нет. В принципе велосипед у меня все так же в стоке, все основные узлы. Единственное, что я добавил, это вот эти вот тормозные ручки пистолеты. Буквально сегодня поставил. При этом оставил я один повторитель левый, на левый тормоз. Ну потому что мне часто удобно ездить именно вот таким вот узким хватом. И чтобы не перехватываться для торможения, я решил на переднее колесо оставить этот повторитель. Вот, накат у велосипеда отличный. Едет буквально сам. Не так давно один человек меня испугал, сказал, что у бирбайков проблема в рулевом стакане. Что по сварному шву стакан отлетает, отрывается. Не знаю. Не хотелось бы такой проблемы. С другой стороны, у меня велосипед версии 2.0 так называемый. Может быть этот баг был на какой-то первой версии и сейчас он устранен. Будем надеяться. А так, ревил радует... А, вот, что, кстати говоря, я не помню, писал ли я в Пеллеровом обзоре об этом. Очень кончено были протянуты спицы с магазина. Я сразу как-то внимания не обратил, а потом что-то решил спицы посмотреть. И выяснил, что некоторые спицы были просто не закручены. Хорошо ключик есть, как бы, чуть-чуть подтянул. Проколов у меня за все это время, в принципе, не было. Несмотря на это, я поменял. Здесь уже стоит третья у меня камера. Первую я пробил об грань. Второй у меня оторвался сосок. Вот этот вот. Кстати, здесь у меня обода под автомобильный ниппель. Но поскольку в городе я под автониппель камер не нашел, пришлось купить прессу и поставить прессу. Все нормально, полет нормальный. Так что даже очень хорошо, что у меня обода под автониппель. Можно ставить и прессу, и автониппель, что угодно. В общем, никаких нареканий на байк нет. Поначалу хотелось очень многим на нем поменять. Сейчас уже как-то подотстыл к этому вопросу. И решил, что реально, как только что-то реально грохнется, только в этом случае. Но пока никаких намеков на то, что что-то где-то может у меня здесь накрыться. Я не наблюдаю. Отдельное спасибо Дмитрию Лебедеву, который мне подогнал вот эти вот замечательные тормозные. Вот, хреновины текторовские. Вот. Прям вообще зачетненько. Даже не столько ради именно тормозных ручек, сколько ради... Ааа, иди ко мне. Ради вот этого вот хвата. Его мне не хватало. Ну, в общем-то, все. Если будут какие-то вопросы, пишите, задавайте. В общем, за эти деньги, за которые мне этот байк с магазина достался, я считаю, что неплохой аппарат, на самом деле. Несмотря на какие-то мелкие косяки парами. Там со сварными швами, с какими-то кривизнами легкими. Тем не менее, в остальном, главное-то что для велосипеда? То, как он едет. А едет этот велосипед более чем отлично. Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok